Новую постановку по пьесе «Мария Ладо. Очень простая история» осуществил художественный руководитель и директор Полетского драматического театра Александр Лукашенко. Он и определил жанр нового спектакля. Не комедия, не трагедия, не даже трагикомедия, а притча. По своей специальности я все-таки режиссер, прежде всего, а не только администратор. И когда уже по прошествии какого-то времени, работая чистым директором, мне все-таки захотелось и со своими ребятами поработать в качестве не только как руководителя, а как непосредственно их коллегии именно в творческом плане. Поэтому я думаю, что это, наверное, не последняя все-таки постановка. Особенностью спектакля смело можно назвать то, что действующими героями в этой пьесе выступают не только люди, но и домашние животные – лошадь, корова, петух, пес и даже ангелы. В постановке зритель увидит жизнь глазами животных и позволит каждому по-новому взглянуть на, казалось бы, привычные вещи. Михаиловичем Барковским, вторым – это «Пинская шляхта». Вот и третий спектакль. Само произведение Марины Ладоновича очаровательно, интересно и оно всегда будет, в общем-то, наверное, на всех сценах ставиться, потому что это вечная тема любви, вечная тема жизни, смерти. Это как бы противоречивает той же человеческой натуры и человеческих страстей, человеческой души ранимой. Для такого спектакля необходимы были и соответствующие декорации, и костюмы героев – приземленные и космические одновременно. За воплощение этой идеи взялся художник-постановщик Петр Анащенко. Сейчас он находится на заслуженном отдыхе, а в прошлом – главный художник Национального академического театра имени Акуба Колоса в городе Витебске. Это спектакль, который, в общем-то, не только разговор между людьми и животными, но это разговор людей и животных с космосом, в общем-то, в том пространстве, в котором они существуют. Поэтому, в общем-то, решение сценографии, в общем, попытка, как бы, тоже ту реальность сеновалов, там, сараев, это быто привести в какой-то, в общем-то, такой, в воздух и, в общем-то, такой, может, космический, я еще раз повторюсь, какой-то вариант, натолкнула на мысль сделать вот такой непонятный, как бы, многим, вот этот образ сарая. Увидеть новую постановку – очень простая история по пьесе Марии Ладо можно на сцене драматического театра уже сейчас. Кстати, в мае будет ждать премьера и для самых маленьких зрителей. Дети увидят сказку «Иван-Царевич и серый волк». «Иван-Царевич и серый волк»